Как отметили участники, несмотря на общую экономическую ситуацию в стране, в Сочи в плане развития предпринимательства складывается достаточно позитивная динамика. Во многом этому способствует то, что Сочи стал круглогодичным курортом. Если в прошлом году его посетили 6 миллионов гостей, то на этот год прогнозы еще лучше. Крупные туроператоры расширили географию и увеличили количество чартерных рейсов, которые будут ежедневно пребывать в Сочи в летний период. Мы продолжаем рекламу, мы продолжаем презентацию. Наверное, еще 10 городов мы прибавим в этом году, из которых нам также туроператор начнет привозить туристов. И повторяю еще раз, одна из главных задач – это бальное водолечение, его раскрутить до уровня, который есть в Каменводах, до уровня привлекательности. В целом, как отметили на совещании, туризм – это стержень экономики города. Таким образом, это создает в городе особую благоприятную для развития малого и среднего бизнеса зону. За последний год на курорте зарегистрировано 1100 новых субъектов малого и среднего бизнеса. В основном они относятся к сферам торговли, туристических услуг, ресторанного бизнеса. На подъеме и агропредпринимательства. В городе построены новые теплицы, успешно работают устричное и форелевое хозяйство. Таким образом, сегодня в Сочи работают свыше 33 700 предпринимателей. Однако, ведение собственного дела зачастую осложняет нехватка средств и отсутствие доступных кредитов. И здесь подключаются органы власти. Муниципалитет оказывает имущественную, информационную и консультационную помощь всем, кто обращается. А в Краснодарском крае созданы две некоммерческие организации. Одна из них – это фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Основным видом деятельности которого является предоставление микрозаймов предпринимателям в сумме до миллиона рублей, сроком до трех лет. Он был создан в соответствии с государственной программой поддержки предпринимателей. Каплет документов – пожалуйста. И дальше уже в течение 15 дней мы рассматриваем этот вопрос и предоставляется на ваш счет поступает деньги. Поэтому в любом случае воспользоваться этой программой – это ваша проблема. Бизнесмены, работающие меньше одного года, могут рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей под процентную ставку 7,25 годовых для целей, связанных с развитием дела. Это начиная от приобретения имущества – условно холодильник или витрина, заканчивая ремонтом помещения или даже приобретением недвижимости или транспорта. Если вы начинаете свой бизнес, мы готовы вам дать кредит, значит это будет 700 тысяч рублей. Мы можем, у нас есть в бюджете города деньги, тоже только комиссионно решим и дадим суду для начинающих. Но именно вот для этих, для малого бизнеса. У нас нет 20 миллионов возможностей дать, у нас до миллиона мы можем дать. И это и есть малый бизнес. Что касается бизнес-инвестирования, то под развитие дела можно рассчитывать взять кредит до миллиона рублей сроком до двух лет под процентную ставку 10% годовых. При этом при работе с фондом никаких скрытых издержек, никаких дополнительных затрат нет. Эта программа действует в крайний первый год, однако за 15-й год только 14 сочинцев из 16 обратившихся воспользовались ею. Сдать документы в фонд для участия в программе поддержки можно на улице Конституции 18 в офисе 620. Глава Сочи провел встречи с предпринимателями во всех районах курорта. Многие жалуются на отсутствие земли под мелкорозничную торговлю. Анатолий Пахомов пообещал провести конкурсы, разыграть все имеющиеся участки. Однако перед бизнесменами поставлено условие. Они должны вести свое дело, а не сдавать точку в аренду. Этот процесс должен быть полностью завершен к 1 мая, когда город отметит старт летнего сезона. При этом существующая инфраструктура города хорошо обеспечивает потребности предпринимателей в торговых площадях. Это отметили и участники делового клуба. Сами арендные ставки упали кратно, кратно, несколько раз, все знают. А второе, это говорит о том, что сегодня, если человек захотел открыть бизнес, у него проблем с поиском площадей нет. И сегодня существует огромное количество, тысячи бизнесменов сегодня еще не разорились. Только потому, что вот эти низкие арендные ставки. Мы должны это оценивать правильно. Мы за этот период имели очень большое достояние. Это торговые, промышленные площади. В целом, если у предпринимателей есть идеи по запуску в городе новых программ, то их просят обращаться в департамент экономики администрации города. Здесь им готовы оказать всю необходимую поддержку. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.